Трудно представить себе наш быт без мусорных пакетов. Еще совсем недавно для сбора отходов использовались обычные пакеты из магазинов. Но теперь даже для мусора выпускают специальные полиэтиленовые мешки. Они более прочные и вместительные. Более того, они имеют разный цвет. Черный, как правило, для мусора, который не подлежит переработке, а в синий – отходы, подлежащие для вторсырья. Подробнее о том, как их делают в Казахстане, смотрите в этом выпуске программы. На этом казахстанском предприятии мусорные мешки изготавливают из пленочных отходов. Полиэтилен буквально выдувается из расплавленных гранул, но обо всем по порядку. Первый этап производства начинается со смешивания компонентов. В булькер-смеситель засыпают гранулы вторичной переработки. Добавляют краситель в пропорциях 1 к 10. Они помогают передать полиэтилену необходимый цвет. В основную массу также засыпают стабилизаторы и пластификаторы. Последние компоненты улучшают физико-химические свойства вторичного полиэтилена. По пневмотранспортеру сырье поступает в дозатор. Отмеренные порции идут на плавку в экструдер. Температура нагрева в этом устройстве достигает 240 градусов по Цельсию. На выходе расплавленная пленка буквально выдувается в виде трубы. Фильеры вытягивают пленку до необходимых размеров. Толщина пленки регулируется за счет достижения баланса между скоростью вращения вытягивающих пленку валов, объема подачи воздуха и температурного режима. Она может быть от 10 до 200 микрометров. К слову, от толщины пленки зависит грузоподъемность пакета. Мешок в 14-15 микрометров выдержит до 3 килограммов мусора, а толщиной более 40 микрометров – до 20 килограммов. Во время вытягивания пленка постепенно охлаждается и принимает необходимую форму. После того, как продукт прошел через систему вальцов, он наматывается на этот рулон шириной в полтора метра. Специалист снимает замотанную пленку и упаковывает. Здесь около 100 метров пленки весом почти 25 килограммов. Далее пленка поступает в цех формовки и резки. Через систему вальцов пленка поступает к рубке. Горячие ножи нагреваются до 150 градусов. Это позволяет одновременно нарезать и паять швы пакетов. Время запайки – 2 секунды. Именно на днище полиэтиленового пакета или мешка направлена основная нагрузка переносимых продуктов. Следующее устройство снабжает пакет желтой полиэтиленовой лентой. Это будут ручки будущего пакета. На выходе мусорные мешки формируются в рулоны. Фасовщик упаковывает готовые пакеты по 20 штук. Наклеивает этикетки с необходимой информацией. Свойства – состав и производитель. Пакеты для мусора изготавливаются в двух цветах – черном и синим. Это удобно при сортировке отходов. В черный пакет обычно складывается сжигаемый мусор, а в синий мешок – отходы, которые можно переработать и использовать повторно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин